Книга открытым оком Повсюду в устройстве мироздания человек обнаруживает разумность, т.е. закономерность. Иначе познание мира было бы невозможным. Но где же источник этих закономерностей, обнаруживаемых во Вселенной? Для религиозного миросприятия ответ на этот вопрос таков. Бесконечный в своем разуме Бог сотворил мир вместе с его законами. Если не признавать разумного Творца, значит причину порядка во Вселенной следует приписывать в случаю. Но разве мог случайно образоваться такой сложный миропорядок? Наблюдая, что во Вселенной действуют разнообразные силы и что она развивается по определенным законам, человек может решить, что мирозданию присуще саморазвитие. Но это не так. Силы и законы, действующие в природе, не составляют планов, проектов, чертежей, не производят расчетов и не занимаются анализами и т.д. И хотя они действуют слепо, но тем не менее нам известно колоссальнейшее множество примеров, где результат их действия в высшей степени разумен, осмыслен и целесообразен. Это может быть только в том случае, если Бог Творец Мира сообщил силам природы определенные законы. Законы, по которым развивается природа. Можно по аналогии сравнить с математической программой управления станком-автоматом. Не сама же программа себя задала и не сами же шестеренки пришли в движение, видя работающий без участия человека какой-нибудь автомат. Никто не думает, что этот сложнейший механизм появился без высокообразованных специалистов. Говоря о законах природы, следует сказать, что поскольку существуют эти законы, должен быть их и законодатель, Бог. Если взять какой-нибудь текст, например, первый стих Святой Библии, состоящий из 28 букв. И дать эти буквы на разрезной азбуке ребенку, который еще не знает их название, то можем ли мы допустить, что из этих букв он случайно сложит данный библейский текст? Здесь в качестве примера рассматривается ребенок, поскольку он поступает так же неосмысленно, как и силы, действующие в природе. А удалось бы такому бы ребенку случайно из множества букв сложить содержание целой книги? А если взять большую группу детей, так же не знающих название букв, и дать им сколько угодно продолжительного времени, то можно ли допустить, что они смогут из громадной горы букв сложить содержание всех книг в мире? Но ведь устройство мироздания и протекающие в нем процессы в бесконечное число раз мудрее и сложнее, чем содержание всех книг на земле. Так могли ли неразумные силы природы, не весть откуда появившиеся, устроить осмысленное мироздание и установить законы природы? И где же и какой же тогда готовый строматериал они взяли? Заголовок Бог – Творец Мироздания Человек с незапамятных времен интересует вопрос, как возникла Вселенная. Разумное устройство мира говорит о том, что Вселенная не могла возникнуть сама по себе, без причины, но создана бесконечно высоким разумом. Любуюсь каким-нибудь величественным дворцом, не будем же мы объяснять возникновение его таким образом, что, мол, на этом месте как-то сами собой появились стены, крыши, окна, двери и случайно они соединились в великолепную постройку. Что дворец имеет своих строителей, ни у кого нет сомнения. Изящная форма здания позволяет сделать вывод, что постройка возведена замечательными мастерами по проекту, составленному талантливым архитектором. Мы также знаем, что машина не может появиться без конструктора и других высококвалифицированных специалистов. Часы без мастера, книга без писателя, картины без художника. И Вселенная, которая в бесконечное число раз сложнее и изумительнее всех зданий, машин, книг, тоже не могла появиться без великого создателя, имя которого – Бог. При всем высоком уровне современных знаний о мироздании нет достоверных данных для утверждения, будто бы материальный мир не имеет начала. Безначальность – это бесконечность во времени, направленная в прошлое. Бесконечность же – это, по сути дела, дело такое измерение, которое никак не вмещается в тесные рамки конечного человеческого разума, и никакому ограниченному опыту она не подвластна. Исходя из определения бесконечности, безначальности, нельзя опытным путем доказать, что мир всегда существует. Каждое живое существо или любое неудушевленное тело имеет начало, и причина возвышена его бытие, существует вне его самого и предшествует ему. Так же и мироздание имеет начало. Оно создано Богом, эту истину Священное Писание открывает уже на самых первых страницах. Мир сотворен Богом из ничего. До создания мира не было никакого готового материала, которым Бог бы мог воспользоваться для сотворения мира. Сотворение мира из ничего – это чудо, которое совершилось всемогуществом Божиим. К человеческому разуму трудно принять истину о сотворении мира из ничего, поскольку он руководствуется только тем, что ему доступно в повседневном опыте, в котором не наблюдается происхождение чего-либо из совершенного небытия. К тому же широко распространена древняя аксиома – «из ничего не бывает ничего». Здесь следует сказать, что христианская мысль уточняет этот афоризм и перефаразирует его так – «из ничего само собою», то есть «без причины не бывает ничего». И если бы Святая Библия утверждала, что мир возник из ничего сам собою, тогда это было бы, конечно, абсурд. Но Священное Писание учит, что мироздание произведено из непытье в вытье Божьим всемогуществом. А для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Как из ничего Бог сотворил мир – это величайшая тайна для человеческого ума. И не следует пытаться проникнуть своей мыслью в то, что непостижимо для нее. Чтобы лучше усвоить творческую премудрость Божию, обратимся к примеру. Для запуска рукотворного космического аппарата требуется гигантская работа. Мысли тысяч и тысяч ученых, конструкторов, инженеров, которых называют гениальными, необходимы точь точнейшей вычислительной техники, сложнейшие электронные и другие приборы. А как же тогда назвать разум Бога, который привел в движение миллиарды, миллиардов небесных цветил? Движение искусственных космических тел рассчитывается людьми по законам небесной механики, которые человек сам не устанавливает, а только лишь открывает в природе. Бог же не только рассчитал движение неведомо на множество небесных тел, но и своим умом установил сами законы движения звездного мира. Если учесть и движение микрочастиц, описываемое законом механики, насколько же тогда еще величественнее приоткрывается нам божественный разум? Убедительно говорит о сложности устройства микромира такой простой пример. В одном грамме воды содержится количество молекул, выражаемое 22-значным числом. Примерно таким же числом выражается количество молекул в одном грамме любого другого вещества – воздуха, железа, кирпича и т.д. Каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В каждом атоме водорода вокруг ядра движется по одному электрону, в атоме кислорода по 8 электронов, которые расположены на двух орбитах. На первой, ближайшей к ядру, 2 электрона и на второй орбите 6 электронов. У других видов атомов число электронов и орбит, по которым они располагаются, может быть и гораздо больше. Так, к примеру, в каждом атоме золота вокруг ядра вращается 7 из 9 электронов, расположенных на 6 орбитах. На первой, две, на второй и третий по 8, на четвертой и пятой по 18, на шестой 11 электронов. Все тела в мире состоят из невообразимого количества молекул и атомов. В каждом атоме движутся вокруг ядра электроны. Не говоря уж о других частицах микромира и всех физических процессах, связанных с ними, нетрудно понять, что мироздание от микромира до мира галактик устроено бесконечным своим разумом и создателем. Христианское откровение сообщает, что творение не было вызвано для Бога какой-нибудь внешней или внутренней необходимостью, но было предопределено Богом от вечности. Бог сотворил мир своим разумом, премудростью, волею, словом. В Священном Писании подтверждение этого сказано следующее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Притча 3.19 «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле» Псалом 104.6 В первой главе книги Бытия содержится выражение «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет» Бытие 1.3 и Ему подобное. Под выражением «И сказал Бог, да будет» не следует понимать, что Бог произносил какие-нибудь членораздельные звуки, подобные человеческим словам. Но этим изречением выражается всемогущая творческая сила Создателя, который привел все из непытия в Бытие. Бог прежде сотворил мир бесплотных духов, ангельский мир, а потом создал бесчестный или материальный мир. Завершением божественного творения, Божьего творения, явился человек, который был сотворен из невещественной и разумной души и вещественного тела. Святое Писание, повествуя о сотворении мира, неоднократно сообщает Божие определение о Своем творении. И увидел Бог, что это хорошо. Святой апостол Павел свидетельствует «Всякое творение Божие хорошо» 1 Тимофея 4.4 Идеи творения и мироздания В разные времена человеческая мысль строила различные космологические и космогонические системы. К концу 20 века человек еще более убедился, что мироздание исключительно сложно по своему устройству и происхождению. Среди всех космогонических систем особое внимание обращает на себя библейское повествование, в котором Моисей изображает происхождение мира. Чтобы понять, как возвышены по духу и глубокомысленны по содержанию истины о миротворении, изложенной Моисеем, необходимо для сравнения вспомнить, насколько примитивны и грубы были в то время космогонические представления у всех народов Земли. Откуда, как ни через откровение от Бога, Моисей подчеркнул сведения о происхождении жизни на Земле в такой последовательности устройства первоначально суши и водоемы, затем появление растений, животных и, наконец, человека. Ведь наука только в позапрошлом-прошлом столетиях открыла, что сначала на Земле появились растения, потом животные и, наконец, человек. Ученый-физик прошлого века Био сказал, или Моисей в науке был так же сведущ, как в наше столетие, или он был просвещен Богом и писал по вдохновению от него. Около трех тысяч лет назад святой пророк Моисей открыл тайну творения мира Богом. За эти минувшие тысячелетия идея творения получила основательное философское подтверждение. Авторитет ее весьма высокий в наше время среди многих величайших умов. Разве мог сам по себе человек той далекой эпохи, когда философская мысль человечества была крайне скудной, возвыситься до понятия о Боге как высшем духовном существе и Творце? Боговидец Моисей так описывает сотворение мира, что это было понятно для всех людей во все времена. И как бы на такое повествование смотрели читатели Библии в девятнадцатом веке, тысячу лет назад, в дни ее написания. Знания о мире расширяются по мере развития умственных способностей человека, в частности его австрактного мышления. В исследовательском творчестве человек черпает для себя увлечения, ищет всегда чего-то нового, неожиданного. А если бы все знания о мироздании были открыты людям в готовом виде, разве была бы тогда интересна научная деятельность? И кто расшифровал бы тогда язык научных символов, примененных в библейском описании мироздания? Да и на каком таком математическом языке Всевышний должен был бы открывать святому Моисею космологию, если человек сам по своему устроению выбирает язык математических обозначений, условно устанавливает единицы для измерения всех физических величин и т.д. Если бы в Святой Библии описывалось устройство мироздания, кто скажет, сколько миллионов или миллиардов книг тогда входило бы в ее состав? Ну что лучше, стремиться познать материальный мир, который и не познаешь до конца, и душу не напитаешь для вечной этим незнаниями, или же познавать того, кто в совершенстве знает и этот мир, и нас самих, кто все создал, кто один только может напитать бессмертную душу человеческую? Знать Бога, иметь общение с Ним, быть Его сынами – это бесконечно выше и ценнее, чем познавать все глубинные тайны мироздания. И вот именно к такому богопознанию и богообщению ведет нас Священное Писание. Люди не способны понять, как Бог творил мир, ведь это непостижимое чудо для человеческого ума. Священное Писание открывает, что процесс творения осуществился сверхъестественным путем. Знание законов природы не даст ответа на вопрос, как Бог творил мир. В процессе творения действовало весьма всемогущество Божие, а оно не имеет никаких ограничений. Если, например, Святая Библия говорит, что свет появился прежде Солнца, в это надо непоколебимо верить. Тем более, что с точки зрения современной физики, свет – это особый вид материи, частный случай для электромагнитных волн, и для его возникновения необязательно иметь такой источник, как Солнце. Свет имеет немало удивительных свойств, дивное его происхождение и притворение мира. Видимый свет в самой малой степени помогает людям представить тот неизреченный свет, который есть Бог. Свет излучается, поглощается и распространяется в виде частиц, квантов, названных фотонами. В пустоте фотон движется со скоростью приблизительно 300 км в секунду. Он не может быть в состоянии покоя и не может изменять свою скорость. Свет имеет двойственную природу – и волновую, и корпускулярную. Заголовок Наука утверждает – у Вселенной было начало Вся материалистическая философия построена на утверждении, что у Вселенной не было начало. Однако наука 20 века пришла к выводу, что Вселенная имеет начало во времени. В 1929 году американский астроном Хаббл сделал такое открытие – свет далеких галактик несколько краснее ожидаемого. Причем чем дальше от нас та или иная галактика, тем больше излучаемый ею свет смещается в красную сторону спектра. На основании эффекта Доплера его можно объяснить ничем иным, как удалением от нас галактик. Значит, Вселенная расширяется. Расчеты показали, что в прошлом Вселенная была сосредоточена в одной точке – значительно меньшей размеров атома. Наука не берется отвечать, что представляет собой Вселенная. Заключенные в одной точке Почти все крупные космологи и астрофизики нашего столетия разделяют убеждение, что вначале Бог создал Вселенную в виде первого атома, а уже потом из него привел в движение весь космос. Истинный христианин, конечно же, не нуждается в подобных доказательствах сотворения мира. Для него вполне достаточно знать о сотворении мира то, что сообщает об этом Святая Библия. Многие ученые не пытались даже вникнуть в эту тайну. Так однажды Исаака Ньютона попросили, чтобы он объяснил, как возник мир. На это величайший естественный испытатель ответил, что гипотез он не сочиняет, и задача его как ученого – объяснить не то, как возник мир, а какой он есть с первой минуты своего существования. Хотя такое объяснение сотворения Богом Вселенной, которое предлагает современная космология, исходя из представления о расширяющейся Вселенной, христианское мировоззрение не может взять на свое вооружение по причине бессилия науки разгадать тайну миротворения, тем не менее нельзя не воздавать должен тому факту, что наука XX века, владеющая такими мощнейшими средствами познания мироздания, как, например, общая теория относительности, спектральный анализ, радиоастрономия и т.д., пришла к непоколебимой уверенности в том, в самом, чему уже многие столетия учит христианская религия. А именно, мироздание имеет начало во времени. До появления Вселенной не было ни пространства, ни времени. Свет, о котором сказал Бог, да будет свет и стал свет, бытие 1.3, действительно возник прежде Солнца. Астрофизики говорят, что этот первозданный свет во Вселенной сохранился. Современная астрофизика изучает такие космические объекты, как нейтронные звезды, радиогалактики, квазары, пульсары, черные дыры и т.п. Как все это интересно? Какие великие дивные свои дела показывает нам Господь? Вот, например, черные дыры. Пожалуй, это один из самых загадочных объектов в космосе. Черная дыра – очень сжатое небесное тело. Она поглощает внутрь себя все, но ничто никогда не может вылететь из нее наружу. Время внутри черной дыры останавливается. Черная дыра – как бы напоминание человеку об аде. Ведь ад – непроницаемая тьма. Время там останавливается, всякий, кто окажется в аду, никогда не сможет выйти из него. Идея эволюции проникла не только в биологию, но и в астрономию. Материализм объясняет появление планет Солнца, звезд галактик, как результат эволюционных процессов во Вселенной. Они говорят, что звездное небо, каким бы его видим сегодня, стало таковым в течение миллиардов лет. Им кажется, что если растянуть во времени и на многие миллиарды лет процесс образования Вселенной, это будет выглядеть убедительно. Что можно было бы сказать в этой связи? Прежде всего, обращаю на себя внимание тот факт, что современная космология, объясняя сам процесс возникновения или сотворения мира, говорит не о миллиардах, не о миллионах, не о тысячах и даже не о годах, месяцах, днях, часах и минутах, а о таких невообразимо малых долях секунды, как, например, 10 в минус 34 степени секунд, так называемый возраст Вселенной, когда началось фридмановское расширение, открытое Хабблом, разбегание галактик, или в миллиард раз меньше величина, 10 в минус 43 степени секунд, планковское время, возраст Вселенной, с которого начали работать классические представления о гравитационном поле. Современные ученые говорят, что уже в таком непостижимо малом сравнении с одной секундой времени, прошедшем с того времени, как начала свое бытие Вселенная, все физические законы мироздания действуют в таком направлении, чтобы могли быть благоприятны условия для жизни человеческого рода. Так крупнейший американский физик Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» обосновывает утверждение, что уже с самого начала мира во Вселенной была предопределена жизнь человечества на Земле. Ученые пытаются постигнуть мироздание, но при этом не берут в расчет то, что в результате грехопадения человечества, во-первых, сам человек изменился в худшую сторону, оказался на весьма значительном удалении от Бога, источником мудрости и ведения, и уже в силу этой причины не способен знать многие великие божьи замыслы о Вселенной. Во-вторых, впоследствии грехопадения проникли и в окружающий нас материальный мир, и он сделался причастным тлению и разрушению. В день второго пришествия Господня произойдет обновление неба и земли, тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. 2 Петра 3.10 Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3.13 Безмерное блаженство ожидает каждого, кто во все дни своей земной жизни подготавливает все жилища на новом небе и новой земле. 2 Петра 4.13 Заголовок Вселенная Бога сотворить мир, была его бесконечная благость и любовь, желание иметь причастников своей славы вне своей внутренней жизни, а целью создания Вселенной явилась слава Творца и блаженство разумного нравственных созданий. Будучи сам при благ, Бог желает, чтобы и другие нравственные существа блаженствовали, чего они могут достигнуть только через прославление своего Создателя. Бог ни в чем не нуждается, но Он, будучи бездном благости, благоволил несущим, не имеющим бытия, даровать бытие, пишет блаженный Феодорит. А по словам преподобного Иоанна Дамаскина, благой и всеблагой Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по преизбытку благости своей благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся его благодеянием и причастны его благости. Вселенная есть как бы величайший, величественный храм, в котором все, все неудушевленные, одушевленные, разумно-нравственные создания непрестанно хвалят и словословят своего Творца. Слава Божия не имеет подобия с человеческим словолюбием. Бог не нуждается в такой славе, которую ищут себе люди. Прославление Бога человеком – это наше уподобление Творцу через возрастание в духовном совершенствовании, посредством чего мы, люди, приобщаемся к источнику истинного блаженства и по мере нашего духовного роста уже блаженствуем на земле. Бог не имел необходимости в творении мира и нисколько не зависел от материи. Не зависит. Он действует в материи, но эти его действия никаким образом не отражаются на его собственном состоянии. Подобно тому, как художник пребывает вне холста, а горшечник – вне глины, так и Бог не связан с материей. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет «Сотворив мир, Господь не переменил место и не соединился с созданием. Если же он не ограничен, то где, скажешь ты, находится он? Отвечаю тебе. Ищи его не телесно, обрети его мысленно. Ища духовно, ты найдешь его неограниченным, а потом опять нигде, ни внутри, ни вне, хотя и везде, во всем, бесстрастно, не слиянно, а потому вне всего, так как он прежде всего». Творец на всем своем творении положил печать своего всемогущества, величия, премудрости. Святитель Григорий Богослов сказал «Небо, земля, море, словом, весь мир есть великая и преславная книга Божия, красноречиво свидетельствующая о бытие Божьем». Если человек будет смотреть на Вселенную очами Духа, то обязательно увидит в творении сокровенного Бога. «Однажды, — говорит величайший христианский подвижник и всемирно известный философ Блаженный Августин, «Я пожелал узнать, где и в каком месте находится мой Бог. Спросил я землю, где мой Бог? Или ты мой Бог?» Она ответила и сказала, «Не я твой Бог. И все, что находится на ней?» То же самое сказала мне. Тогда спросил я море и все глубины и животных его, «Где мой Бог?» И они ответили мне, «Не мы твой Бог, ищи его выше нас». Спросил я ветер веющий, «Где мой Бог?» И воздушное пространство со всеми обитателями своими сказала, «Не мы твой Бог?» «Небо», — спросил я, «Солнце, луну и звезды?» Но и их речь была, «Не мы твой Бог, которого ищешь?» Тогда обратился ко всем предметам, которые я созерцал и сказал им, «Вы ответили мне, что не вы мой Бог. Что же вы можете сказать мне о нем?» И все они громко закричали, «Он сотворил нас». По стилю художественного произведения легко можно определить, кто его автор. Несколько книг, написанных в одном стиле, и свидетельствуют об их общем авторе. Книга Вселенной написана также единым автором. Изучая, например, песчинку, лежащую на морском берегу, и метеорит, прилетевший на Землю из глубин Вселенной, мы будем находить в их составе общие химические элементы. Но еще более поразительное сходство обнаруживается в их внутреннем строении. Они состоят из одинаковых электронов, протонов, нейтронов и т.д. Космическое излучение, которое приходит к нам на Землю от далеких звезд, состоит из таких же элементарных частиц, которые можно наблюдать и на Земле. Как же не творением Бога объяснить, что Вселенная во всех своих частях устроена по единому плану из одних и тех же кирпичиков? Святитель Афанасий Великий пишет «Несомненным доказательством того, что причина всего существующего одна, служит то, что мир один, а не многие. Самый порядок мира и совершенное сотворение всех его частей ясно показывает, что правитель и распорядитель во Вселенной один, а не многие. Ибо если бы правителей было много, этот порядок не мог бы сохраниться, напротив, все смешалось бы и извратилось. И потому, что каждый стал бы распоряжаться по своему произволу и противодействовать другому. И как мы сказали, что многобожие есть безбожие, так и многоначалие необходимо назвать безначалием. Если бы один не спровергал власть другого, без сомнения, не осталось бы ни одного начальника, а было бы одно всеобщее безначалие. Где нет начальника, там не бывает никакого порядка. Напротив, один беспорядок. Если бы один мир был создан многими, это обличало бы бессилие творцов. Так как для одного дела потребовалось бы участие многих, и одновременно это показало бы недостаточность знаний каждого из них для творения. Ведь если бы для этого был достаточен один, не нужно было бы тогда многим восполнять недостаточность друг друга. Но говорить, что в Боге чего-нибудь недостает, не только нечестиво, но и превышает всякое нечестие. Потому что и между людьми не назвали бы совершенным художников, напротив, назвали бы слабыми того, кто не один, а при содействии многих сотворил бы какое-нибудь произведение. Заголовок Бог – промыслитель Вселенной Существование всех видимых и невидимых творений, законы Вселенной и их премудрая согласованность свидетельствует, что Бог сохраняет бытие и силы своих созданий, направляя их к благим целям. Божье попечение о мире называется промыслом Божиим. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божьей, которыми Бог сохраняет бытие, как всей Вселенной в целом, так и в отдельности всех существ и тел в мире, с присущими им силами и законами, нравственными существам оказывает помощь, когда они свободно избирают и творят добро, не нарушая при этом их свободы воли. Направляет их жизнь и деятельность к предназначенным им целям, исправляя и обращая по возможности совершаемое ими зло в добрые последствия. Бог, как все совершеннышие, духовное существо не может быть безучастным в судьбе созданного им мира. Бесконечная любовь Божия непрерывно проявляется в живой и деятельной связи Творца со своими творениями. В свою очередь, мир нуждается в Божьем промышлении над ним, поскольку он приведен к бытию из ничего и не имеет в себе самосущего бытия. Священное Писание явно изображает промышлительную деятельность Божию. Ветхозаветный праведник Иов пишут о Боге. Он презирает до концов земли и видит под всем небом. Иов 28.24 В его руке душа сего живущего и дух всякой человеческой плоти. Иов 12.10 В книге пророка Исаия Господь говорит И до старости вашей я тот же буду и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя 46.4 В Нагорной проповеди Христос Спаситель говорит о многопопечительной любви Божией к каждому человеку и ко всем созданиям такими словами. Посмотрите на лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всякой славе своей не одевался так, как всякой из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Евангелие от Луки, 12 глава, 27 по 28 стих. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди еще так изображает промышление Божие о людях, говоря «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Матфея 5.45 Подсалмопевец Давид в Салме 103 весьма выразительно изображает Бога как промышлителя жизни. Все они, животные на земле, от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лица земли. Псалом 103 27-30 стих